честно говоря удивительно кардан перекручен болтами под головку на 8 т.к. т.к. Субтитры сделал DimaTorzok Болты сидят на герметике. Не крутится туго. Лучше всего использовать шестигранную головку. У меня такая есть головка. Встанет ли она здесь? Мне здесь пыльник не дает встать. Нужна другая. Сейчас будем искать. Нету, к сожалению, у меня шестигранной удлиненной головки. Буду крутить этой. Но приобрету себе такую головку. В хозяйстве пригодится. Совершенно верно на герметике. Одновременно держать и крутить неудобно. Отверткой насквозь зафиксировал через кузов, через кардан. И кручу. Откручиваю все остальные. Открутил остальные болты. Подогвину тазик. Здесь замаслено. Наверняка через лицевую. Подтекает. Немножко протру. И поставлю свою метку. Здесь у нас... Поставил метку. Кардан, кардан. Кардан. Продолжение следует... Придется подвесной открутить. Два болта на 14. Рецепт подвесной. КОНЕЦ Вот и все, кардан вытащил Двигатель у меня сверху подвешен, поэтому я могу открутить эту подушку Головка на 13 Выкручиваю эти болты и откручиваю болт центральной подушки Он на 17 Все, подушку открутил, вытаскиваю болт и снимаю подушку В данный момент мне нужно открутить и отвести в сторону подвесной подшипник Здесь три болта, головка на 12 Опять же, для этого я снимаю вот этот пластиковый пудник Открутил три гайки и две пластиковые гайки Снимаю его и отвожу в сторону Снимаю его и отвожу в сторону Два болта открутил, один оставил Сейчас снимаю шплинт с рулевого наконечника Я его разогнул Головка на 17 Также снимаю шплинт с шаровой опоры Головка на 22 Так, наконечник Открутил и откручиваю стойку Перед этим откручиваю су Опа А что я увидел? Развалился шкив коленвала Развалился шкив коленвала Блестяще набитое Что-то из него торчит А, он гуляет А, он гуляет Все, его оборвало Его оборвало Он Вот он Прокручивается Скажу хозяину Надо будет менять Откручиваю суппорт И подвешиваю его вверх Здесь Сзаду Два болта Головка на 19 Два болта Я не ослабил гайку привода, но буду надеяться, что у меня ее пистолет сейчас сорвет без вопросов. Но не сорвет, тогда обратно прикручу суппорт. Головка на 30. Все отлично, открутила. Здесь сбоку у нас кронштейн тормозного шланга. Головка на 13. Я его откручиваю и перевешиваю суппорт повыше. Здесь он мне мешает. Наживлю назад болтик. Откручиваю вот этих два болта. Сами болты ключ на 17, а гайки на 19. Теперь откручиваю датчик АБС. Ключик на 10. Все, вытащил. Снимаю с кронштейна и оставляю его в подвешенном состоянии. То, что я его мазал смазкой, она не дает ему закиснуть. Почищу, потом еще смажу. И увидел здесь на приводе, на пыльнике дырку. Где, где, где? Вот она. Вот она, дырка. Смазку, видать, уже все выкинула. Вот она. Попутно надо будет заменить и пыльник. Откидываю рулевой наконечник. Пару раз молотком стукну. Чтоб по резьбе не попасть, наживлю гайку. Выдергиваю болты и снимаю цапфу. Так, снизу. Откручиваю третий болт и вытаскиваю привод из раздатки. Все, подвесной отведем. Привод выдернул. О, какой он длинный. Привод длинный. Это радует, что именно этим приводом соединяет он с редуктором. А раздатка уже должна на коротком соединении быть. Тогда я ее смогу снять, не снимая катаколектора. Но вот этот кронштейн сниму. И откручу раздатку. В принципе, трудностей быть не должно. Сейчас со второй стороны снимаю также цапфу. Показывать не буду, потому что принцип тот же самый. Со второй стороны я тоже цапфу снял. Поддеваю монтажкой привод снизу. И выдергиваю его. Датчик готовил. Здесь уже не поднимайся. Мы будем обязательно коленчать. И опять же, когда мы будем разбирать, А вот смотрите, как мы сняли. Это как бы прислать. Длинный кронштейн. Так если мы сняли, как мы сняли, а мы сняли, как бы... так кронштейн это открутил откручиваю вот этих два болта на 17 окна 19 также вот этот болт откручиваю эти два болта я вытащил этот я ослабил этот я ослабил и сверху еще два получается у меня сейчас только одном болтике висит сейчас я раздатку подожму раздатка шестью болтами крепится плюс кронштейн четырьмя болтами просто поджал чтобы она у меня не свалилась все этот болт тоже вытаскиваю в принципе раздатка должна зашевелиться все раздатка на направляющих только сидит и 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 плотненько но снимается раздатку снял ну теперь откручиваю раз два три 4 5 6 7 болтов мне еще нужно открутить и в принципе коробку можно тоже снимать но перед этим я снимаю переднюю опору потому что лапа мне будет мешать а чтоб лапу открутить мне нужно открутить подушку а Ну и откручиваю четыре болта, головка на 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, лапа снята. Отцепляю шланг сцепления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот у нас скоба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ставлю скобу на место, потом мы просто ее защелкнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откручиваю болты. Чтобы с этой стороны мне открутить рулевую рейку, вытащить болт, мне нужно открутить стабилизатор. Поэтому беру ключ на 14 и откручиваю стабилизатор на втулке. Откручиваю стабилизатор. Болт, головка на 19 и гайка тоже на 19 откручу и вытащу в зад. В данный момент я болт открутил, вот его видно, но вытащить я его не могу. Все, здесь стабилизатор открутил, но поднять стабилизатор я не могу, потому что он у меня зажат с той стороны. А с той стороны рейку, чтобы открутить стабилизатор, я сейчас откручу. Точно так же два болта на 14. А здесь экран мне надо снять, вот он, под экраном гайка, крепление рейки. Экран крепится спереди, два болта на 12. Откручиваю их и снимаю. Так, ну, я полностью удергивать не буду, у меня кота-коллектор упирается. Откручиваю их и снимаю. а Все, рейка отвязана, можно отвязывать подрамник и приопускать его. Откручиваю подрамник. Откручиваю подрамник. Сейчас подопру подрамник, как он стал выглядеть. Что мне дает спокойно приопустить и вывести коробку сюда. И смогу ее уже не снимая на пол обслужить именно на лапе. Ну все, все болты я открутил. Коробка отошла. Нет. 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 Наши. Субтитры делал DimaTorzok Да, тут сэндвич большой. Насколько далеко стоит сцепление торзина. Надо смотреть, наверное, придется все-таки коробку сдергивать полностью. Не прошла моя затея оставить подрамник. За счет такого большого пирога я не могу нормально ни повернуть, ни развернуть, ни вытащить коробку. Она у меня в любом положении, либо с одной, либо с другой стороны упирается. Вот. Здесь, в принципе, сложного ничего нет. Вот. Для того, чтобы мне снять подрамник, а он у меня висит в данный момент только на одном вот на этом болтике, на центральном, я отвязываю от штанов две. То есть, от коллектора штаны. Две гайки откручиваю. Откручиваю этот болт. И все. У меня подрамник можно снимать. Подрамник тяжелый. Один я его не сниму. Лап мне не хватает. Мне надо еще две лапы, как минимум, чтобы его одному снять. Поэтому прибегну к помощи. Продолжение следует...